Мы решили провести свое исследование и запустили опрос в нашей группе ВКонтакте. Он звучит так. Стоит ли называть ребенка необычным именем? Итоги опроса таковы. Это дело каждого решили 32% кировчан. Еще треть опрошенных посчитали, что должны быть границы разумного. И оригинальное имя стоит тщательнее выбирать. Еще 20% респондентов за стандартные имена. Другие мнения в нашей постоянной рубрике «Мобильный журналист». Я считаю, это интересная идея для того, чтобы как-то разнообразить, скажем так, представление людей о том, как можно называть своих детей. В том плане, что если у вас в классе 10 лет, 8 Маш, как-то не очень удобно. А тут будет какая-нибудь Луиза. И уже как-то веселее. У меня в основном пара дочек. И в классах, в их группах, самые имена типа Маша и Вася практически не сряжаются. Одни Ставры, Милана и прочее. То есть это у нас, наверное, такой ажиотаж уже начался лет, наверное, 10 последних. Стоит или не стоит, не знаю. Я не знаю, это каждого выбор. Как таким детям жить дальше будет? Да, я думаю, легко. Главное себя поставить по характеру. Бывают такие случаи, конечно, особенно когда какое-нибудь очень красивое имя родители придумают. А фамилия очень простецкая, вятская какая-нибудь. Или там Попова. И это всегда очень сложно на контрасте. Но, в принципе, я думаю, все равно это привыкается. И мне кажется, это интересный опыт, когда дети растут с интересными именами. И им приходится как-то выкручиваться иногда. Меня саму назвали Серафима. Ну, я раньше стеснялась. Но со временем взросления ты понимаешь, что это прекрасная, отличительная черта. Стоит. Почему? Не знаю. Стоит. А как они будут жить среди Кать, Маш? Привыкнут. Ну, а почему нет? Думаю, стоит. Например, каким? Агриппина. Нет, я человек верующий. Я за имена какие-то, ну, по-православные имена. Чтоб в церкви за них молились.